пуля торнадо от компании тахо и как бы эту таху не ругали они делают довольно таки большой ассортимент патронов и в том числе пуль и в том числе для гладкоствольного оружия в данном случае это 12 на 70 калибр а характерна эта пуля тем что она не очень дорогая но тем не менее как бы имеется свойства известной пули монолит от компании дупо смысл в том что эта пуля о задумке производителя имеет очень хорошую экспансию и при этом она очень неплохо идет через препятствия то есть в принципе неплохо предназначена для стрельбы по био целям нашей местности это может быть коза или кабака через какую-то растительность высокую траву кусты и так далее то есть другими словами она проходит через препятствия перед животным и при попадании в био цель вот имеет такую деформацию как изображено у нас схематически на картинке из доступной покупателю информации адрес производителя масса пули 37 с половиной граммов заявлено и давление которое создает в патроннике 65 мегапаскалей вот такая вот информация да и предназначена для ну то что называется big game наших широтах это кабан лось ну или олень вот такая вот информация дает нам производитель в пачке здесь пять штучек ну таким вот образом выглядит патрон собранный патрон пуля по своей конфигурации напоминает очень известную пуль не буду говорить даже какую но тем не менее с определенной модификации обтюратор красного цвета и порох наверное типичный для компании так давайте ее разберем сейчас посмотрим чего там у нас эти наверно следующим образом взвесим для начала весь патрончик для того чтобы уже иметь какую-то статистические данные 46 69 масса патрона сборе пока разрезал патрон зинаида меня мы отсопнула за палец засранка на аккуратненько по бортику и извлекаем пульку вот так интересно она выглядит свинцовая рубашка из цветного металла здесь у нас торцевая часть и вот такой вот розовый обтюратор морковный как посажена честно говоря не знаю но думаю что на шуруп да если посмотреть то видно что при помощи шурупа или самореза металлическая часть пули присоединена к аптюратору аптюратор ко всему прочему в полете у нас еще выполняет роль стабилизатора 37 18 а заявлено было 35 ну в принципе с учетом на погрешность все верно где-то так и есть и пороховой заряд порох здесь вероятно что-то типа рио или нобель спорт практически 2 грамма но с учетом того что здесь немножко рассыпано будем считать 2 грамма пороха вот такой у нас патрончик интересно посмотреть как он будет в действии сегодня будем использовать зеленую полу ростовку чему потому что все таки проверим еще насколько пуля точная кучная и поэтому антуражные кабанчики здесь немножко не уместно у ростовочка какая у нас складывается ситуация где-то примерно в 20 метрах у нас мишень наш трофей ходит условный кабанчик между нами и этим самым кабанчиком находятся кусты во первых они непроходимые ну так чтобы сразу наобум а во вторых эти кусты нас на сегодняшний момент маскируют и если мы к ним подойдем то мы создадим шум и соответственно наша дичь может уйти поэтому мы принимаем решение стрелять кабана прямо через кусты пуля торнадо компании так попробуем посмотрим что настреляли ну как видим кучность великолепная пулька приходит ровно вот зубчики от пулек даже видны это при том что через куст я видел только в общих чертах силуэт мишени то есть десятку и все остальное прочее рассмотреть было нельзя поэтому стрелял то что называется интуитив по-моему очень даже неплохой результат ветки на кустах там немножко частично посечены для того чтобы сравнить действие пули торнадо стрельным пуля ли очень неплохая дешевая точная пуля но ввиду своей округлой головной части очень рикошетно сейчас посмотрим как она себя поведет в тех же условиях стрельбы даже мишень через тот же вот у нас три дырочки которые образовались от стрельбы пуля ли ну тут говорится без комментариев на этой дистанции очень небольшую пуля ли при отсутствии внешних условий ну там травы и веток да она бы легла свободно в десятку но так как мы стреляли через куст вот этот тот фактор и кашета непосредственно повлиял хотя через куст виден вот вот этот вот срез что называется голова да то я стрелял под него но но бы здесь должна была быть быть средняя точка попадания но виду наличие препятствий вот такое вот отклонение и опять таки пуля торнадо от таха вот такая вот кучность вот вам и таха вот вам и торнадо у нас есть еще одна пулька и стена из глины для того чтобы посмотреть как работает эта пуля по биоцели сейчас туда выстрелим кстати гильза ровненько чётенько никаких отрывов прекрасно открывается очень неплохо вот у нас пуля которая извлечена из глины ну в принципе деформация как бы заявлено соответствует заявленной ну будем считать да условно при этом следует заметить что пуля в глину довольно таки твердую глину вошла глубоко ну так вот на скидку сантиметров двадцать ничего себе вот он нас появился носик самореза которым прикручена сама пуля свинцовая вернее ее часть пластиковой вот то что называется была и стала насколько достаточно эта деформация насколько сильная экспансия тут конечно решает каждый сам но вот этот вот проставочка она конечно сыграла не последнюю роль для деформации пули для ее экспансивности теперь еще раз на весы посмотрим что у нас осталось конечной массе и так было так и заявляет нам производитель 37 с небольшим граммов стало 32 с половиной то есть 5 граммов свинца пуля в процессе деформации у нас потеряла это все ушло фрагмент ну такой вот как мне кажется очень неплохой результат особо порадовала как пуля идет через кусты действительно очень здорово я думаю что стоящая покупка насколько я не рекламирую патроны тахо меня к ним какое-то очень ровное отношение нехорошее неплохое то что называется каждый решает под себя сам то вот это вот пулька конечно мне понравилось очень неплохо